Итак, прямо сейчас биткоин селили на 3000 долларов буквально двумя дневными свечами. Что это вообще было? Разворот тренда? Либо пора усреднять свои ланги? Все это мы будем разбирать сегодня с вами в обзоре. Расскажу вам, в каких сделках я нахожусь сейчас, в какие сделки планирую в ближайшее время. И вообще сегодня будет такой достаточно насыщенный обзор. Поговорим с вами много про глобал макро, поговорим про глобальную картинку по биткоину и крипторынку в целом. Соответственно, не переключайтесь, много всего полезного сегодня для вас подготовил. Ну а сейчас мы переходим с вами на график нашего любимого битикоина и смотрим, что у нас происходит. Собственно, в прошлом обзоре, помните, я вам говорил про то, что вот здесь я вижу замечательный паттерн голова с плечами. Многие, наверное, посмеялись, но отработал он на самом деле достаточно неплохо. Да, то есть если мы с вами возьмем сейчас, ну давайте вот тут у нас будет, соответственно, вот тут у нас будет линия шеи. И мы вот так вот сделаем. Собственно, в принципе, он у нас полностью отработал уже даже с запасом. Как я действовал? Вы, в принципе, знаете, я вам все свои действия описываю в телеграм-канале. Вы, если на телеграм-канал не подписываетесь, обязательно это сделайте сейчас. Я вам там рассказываю про все свои сделки, в какие вхожу более оперативные, именно такие краткосрочные лонги. То есть на ютубе более долгосрочные позиции, но тут без мемчиков-то у нас никуда. Если вы хотите именно краткосрочно торговать вместе со мной, то, собственно, на телеграм-канал обязательно подписаться. Там я рассказываю, в какие сделки вхожу более оперативные еще раз. Двигаемся с вами далее. Собственно, как действовал я? Вы помните, да, я вот здесь набирал шорт-позиции, потом здесь фиксировал 80% свои позы, потом меня здесь вышло по стопу в безубыток 20% оставшиеся, и я больше не шортил. Собственно, опять же, в телеграм-канале, на котором я вам предлагаю подписаться настоятельно, где-то здесь были посты, я рассказывал про то, что я открываю лонги на уровне 28850, потом усреднял по 28100, и сейчас у меня средняя примерно 28500 плюс-минус. Собственно, стоп у меня стоит на уровне, там, где-то 27700 вроде. Что я буду делать с этими лонгами? Пока буду их держать. В принципе, если вы регулярно смотрите мои YouTube-обзоры, то знаете, что за последние месяцы, мне кажется, у нас ни одного стопа вообще не было, то есть просто 100% попадание в рынок, и даже если я сейчас словлю там 1-2 стопа, вообще абсолютно нормальная история, потому что рано или поздно это должно было произойти, и я все-таки не ванга, и когда мы говорим про именно краткосрочные движения рынка, то их предугадывать сложнее, чем долгосрочные, и это абсолютно нормальная ситуация. Вот, это еще раз краткосрочная картина. Ну и плюс, что нам еще говорит с вами за то, что все-таки сейчас будет отскок, ну, здесь очевиднейший, очевиднейший, он у меня, правда, не врачерчен, но это, вы видите, очевиднейший уровень 27750, и плюс, я здесь сейчас на самом деле вижу достаточно хорошую пятиволновую структуру, вот раз, два, три, да, то есть мы сейчас находимся в тройке, причем по всем критериям, собственно, третья волна, самая импульсная, самая такая жесткая, прям хорошо слили, на хороших объемах, ну и, собственно, если мы говорим с вами о том, что это у нас пятерочка, пятиволновая структура, мы в тройке, то можем прикинуть цели, да, и цель у нас как раз получается 1618 по FIBA, это уровень плюс-минус там 27700, и плюс у нас сейчас вот здесь паттерн, да, такой интересный свечной образуется, если вот трехчасовая хотя бы свеча так закроется, достаточно хороший бычий паттерн, то есть слили, откупили, да, и остались здесь, но до закрытия свечи еще час, посмотрим, как будет разворачиваться картинка. Это еще раз, друзья мои, что было локально, я вам чуть-чуть приоткрыл завесу своих позиций, и сейчас, собственно, так проверю, что у нас запись идет, да, запись идет, буду рассказывать вам глобально свои мысли по биточку. Еще раз, сейчас на текущий момент, краткосрочный, краткосрочный лонг я открыл, про долгосрочные свои позиции, сейчас будем более подробно с вами общаться. Поехали. Итак, прежде чем мы перейдем с вами к обзору рынка в макросантименте, да, то есть что вообще я планирую делать глобально по рынку, давайте я вам расскажу про одну крутую активность, которую мы для вас подготовили с Bybit. Что нужно сделать для того, чтобы в ней участвовать? Нужно перейти по ссылке под этим видео и нажать вот здесь обязательно кнопку участвовать и создать себе аккаунт на Bybit. Далее, что мы разыгрываем? Вот здесь у нас более подробные условия в Телеграм-канале описаны. Собственно, нужно зарегистрироваться на Bybit по ссылке, которая будет под этим видео, пополнить депозит от 50 долларов и совершить торговый объем от 5000 долларов на деривативах до 3 мая включительно на любых торговых парах, но на деривативах. Соответственно, призы. Топ-10 человек по объему торгов получают по 50 долларов на свой торговый аккаунт от Bybit. Далее, топ-3 человека по объему торгов получают по 100 долларов в USDT от нас, конкретно от проекта Криптор. И далее еще победитель по объему торгов, собственно, получает доступ на наше 3-месячное обучение в Криптор Академии. Друзья мои, если вы сейчас торгуете на какой-то другой бирже, вы можете просто перейти на Bybit с кайфом поторговать пару недель и, собственно, забрать от нас там 150 долларов, сколько это там, почти 15 тысяч рублей, плюс доступ на наше обучение. Ну, если вы торгуете не так активно, то забрать там 50 долларов лишних, сколько это там, 4-5 тысяч рублей, я думаю, тоже лишними не будут. Ну и, собственно, Bybit, как вы знаете, крутая кайфовая биржа. Я на ней достаточно давно торгую. Подробнейшие инструкции есть, опять же, вот здесь в посте в Телеграм-канале закрепленном, либо по ссылочке под этим видео. Но самое важное, что для того, чтобы в этом конкурсе участвовать, вам нужно перейти и нажать вот здесь кнопку «Участвовать» и зарегистрироваться именно по вот этой ссылке. Это важно, друзья мои. Возвращаемся к графику биткоина, а вы еще раз переходите по ссылке и участвуйте в нашем промо от Bybit. Кстати, на следующей неделе, через 2 недели точнее, будет еще промо для тех, кто до этого регистрировался, тоже сделаем крутую активность. По Byточку, друзья мои, поехали. Собственно, помните, да, на прошлом, собственно, видео мы с вами говорили про то, что здесь рисуется клин восходящий, и этот клин у нас сейчас начинает отрабатываться. Это одна из причин, почему я сейчас не набираю спотовые покупки. И вообще, я вам говорил то, что как вообще была устроена моя спотовая стратегия. Купили мы с нашим закрытым сообществом в районе 17500. Ну, никак не в районе, у нас было 19-16, средняя 17500. Дальше мы пирамидились на 21000, продавали здесь. Посмотрите, кстати, что произошло после того, как мы продали первую часть спота. И сейчас продали еще час здесь. И опять же, посмотрите, что сейчас происходит после того, как мы продаем наши спотовые покупки. Мы просто имеем прямой доступ к маркетмейкерам, поэтому очень вовремя продаем свои споты. Далее, что сейчас я жду по рынку и какие мои будут мысли. Поскольку память у меня уже не очень, давайте я вам открою. Так, волны на 3-4 часах. Мы с вами разобрали. Да, я вам это показал. Далее, структура на битке и разворот из отдела на альтезон. Вот, поехали. Помните, я вам в прошлых обзорах говорил о том, что я ожидаю альтезона. И, собственно, моя основная ставка была именно на альтезон. И я вам говорил о том, что для того, чтобы у нас сформировался альтезон, у нас должна упасть доминация. Она действительно у нас достаточно хорошо упала. И сейчас, если у нас вот здесь был V-образный разворот, то есть мы сейчас сделали нормальную коррекцию, собственно, по доминации. И мы можем с вами сейчас взять, если мы, например, возьмем, опять же, что это был V-образный разворот, то вот сюда вот мы с вами куда-то придем. Это будет уровень, как раз уровень там 45% по доминации. Еще раз, это десятки, ну да, где-то десятки, либо 50-60 миллиардов, наверное, это ликвидности для альтов, учитывая, что капитализация сейчас 1,2 триллиона, нет, поменьше, 30-40 миллиардов, наверное, до капа для альтов. И задел на альтезон, я до сих пор считаю, что у нас сохраняется. В принципе, вот смотрите, еще раз, вы можете пересмотреть прошлые обзоры, если кто-то думает, что типа я это фантазирую. Я вам говорил, то, что для альтезона нам нужна структура на битке. И я говорил, как будет выглядеть эта структура на битке. Она будет выглядеть вот так. Ну, типа, и мы просто сейчас рисуем один в один эту структуру. Почему я не покупаю биток, и почему я не планирую лонговать биток среднесрочно, долгосрочно? Я вам уже говорил, потому что задел очень маленький. То есть, ну, вырастим мы на 32, ну, на 33. Ну, как бы больше апсайда я особо не вижу. И по этой причине я сейчас делаю свою основную ставку именно на альтезон. Свои лонги по альтам я точно так же продолжаю держать. Ну, плюс у меня есть несколько хеджирующих шартов по альтам, которые, кстати, сегодня принесли уже первые тейки. Вчера ночью, точнее, на проливке вот на этой. И, собственно, еще раз, моя ставка сейчас какая? То, что мы можем сейчас с вами нарисовать какую-то вот такую фигуру. Ну, вот, например, мы сделаем сейчас вот так, да, и вот так. И будет у нас как раз-таки уже условная голова с плечами на дневной биткоин. И пройдет у нас с вами еще пара-тройка недель. Как раз-таки отгремит альтезон, пока у нас сейчас будет вот здесь биток расти, да. То есть, если у нас мы сейчас дадим вот такой отскок. Вот биток будет, например, расти. Доминация на битке будет при этом исполнять свой V-образный разворот. И, собственно, альты у нас начнут давать по 2-3 икса. Я считаю, что это, на самом деле, одна из, скорее всего, последних возможностей в этом. В ближайшие несколько месяцев для заработка именно на лонгах. Потому что потом, я думаю, что мы с вами, друзья мои, будем переключаться именно на шорт позиции. Что нам вообще нужно с вами сейчас увидеть? Еще раз. Нам нужно сейчас с вами увидеть, чтобы биток от текущего уровня дал отскок. То есть, вот пробой сюда – это плохо. Вот пробой ниже 27 – это плохо. Это значит, что альтезон, скорее всего, ну, лично я для себя буду отменять. Пока мы выше 27, не вижу особых поводов для паники. То есть, на дневке восходящий тренд не сломлен. По сути, если мы сейчас, опять же, с вами посмотрим вот чисто на… Так, где у меня FIBA расширение? Давайте возьмем вот этот последний импульс. Посмотрим последний импульс. То есть, в принципе, у нас коррекция 0.61, 0.78. Да, еще раз, все в рамках разумного. И пока что никаких поводов для глобального беспокойства я не вижу. Глобальный повод для беспокойства я вижу в global macro. Именно поэтому я разгружал свои спотовые позиции. Именно поэтому я не планирую на ближайшее время докупать спотовые позиции. Но несколько иксиков на альткоинах, в принципе, мы с вами еще можем увидеть. Плюс еще, смотрите, вы же наверняка знаете. Да, если кто не знает, погуглите про распределение и накопление. Давайте вот мы с вами сейчас посмотрим на график глобальный. Вообще, я считаю, проблема большей частью людей в том, что они не любят смотреть глобальные графики. То есть, если мы с вами посмотрим, как вообще выглядит у нас биткоин, да, то что у нас происходило с вами в предыдущие циклы. Собственно, у нас было распределение, где хомякам защики напихивали. Потом у нас было накопление, да, и накопление это было долгим. Потом у нас опять было распределение, где хомякам очень долго и упорно накидывали защику. И сейчас, собственно, мы с вами, ну, очевидно, находимся в периоде до сих пор еще накопления. И на самом деле, самый важный момент, по которому я ставлю на то, что это все-таки у нас именно накопление, а не новый бычий тренд. И это просто отскок такой вполне себе логичный, да, после сильной перепроданности рынка в рамках, опять же, накопления. И я, как вы знаете, думаю, что мы еще сходим с вами куда-то вот сюда. Ну, а просто потому, что нету сейчас никаких причин особых для роста. Какие причины для роста? Ну, вы уже, я думаю, знаете, это печатный станок от ФРС, это какие-то, может быть, глобальные мировые события. Но на текущий момент мы видим с вами только то, что печатные станки по большому счету остановлены. Ликвидность ФРС убирает. Мы это, кстати, с вами сейчас тоже разберем. И еще раз, если мы смотрим с вами чисто на график биткоина и посмотрим, как он выглядел вот здесь, да, то, ну, очевидно, можете пролистать дальше, как бы, ну, я не буду сейчас просто всю историю вам пролистывать. Это происходит так всегда. Да, то есть мы с вами глобально не вышли из зоны накопления. И сейчас, когда у людей начинает появляться эйфория, самое время сделать, ну, может быть, вот какой-то такой небольшой задел и уйти, соответственно, вот сюда. То есть для меня все, что вот здесь, вот здесь глобально, все это зона накопления. То есть 16, 20, 25, 30, все, что до 30-35 тысяч, это зона накопления для меня. Вот. И поскольку, как вы знаете, я в телеграм-канале этим опять же делился, мы уже с нашим закрытым сообществом сделали там, ну, мы забрали все вот это движение, да, на 80% по битку. Я из своих спотовых позиций по большей части вышел. Ну, хорошо, давайте точно вам скажу. На 80% из спотовых позиций, соответственно, я вышел маленький, небольшой процент оставил на случай того, что ракета, соответственно, полетит у нас наверх. Вот. И еще раз на телеграм-канал подписывайтесь, я там более подробно и про свои спотовые позиции, в том числе вам рассказываю, чтобы вы были в курсе и могли торговать вместе с нами. Про байбит я вам уже сказал, регистрируйтесь. Так, давайте открываю, собственно, свой цикл накопления. Сказал про регуляцию. Про регуляцию давайте поговорим попозже. Да, кстати, смотрите, касаемо еще вот этих вот моментов из теории заговора там, либо просто, может быть, это рыночные циклы так устроены, ну, кто как считает. В общем, если вы будете смотреть, анализировать графики фонды и крипты, то есть, например, там, NASDAQ или S&P 500 или еще что-то, то есть вы же видите, да, что фонда и S&P и NASDAQ очень хорошо выросли. Кстати, обратите внимание, что, несмотря на то, что в последнее время росла фонда, росли также американские двухлетки, которые, как правило, работают в обратную сторону. И, возможно, возможно, это нам, опять же, показывает о том, что не все так сладко в рынке, и умные дяди хеджируются, унося свои деньги в облигации. Собственно, к чему я вам это говорю? Обычно рыночный цикл происходит следующим образом. Сначала накачиваются более-менее адекватные активы, да, там, фонда, еще что-то, потом накачивается крипта, но сливаются они наоборот. То есть, когда у нас в мире инвесторы чувствуют, что надвигается какая-то жопа, сначала сливают самые рисковые активы, да, то есть сначала сливают битки, сначала сливают говноакции, там, еще что-то, еще что-то. И я ни в коем случае не говорю про то, что биток – это говноактив и так далее. Я на самом деле могу себя назвать блокчейн-энтузиастом, то есть я на полном серьезе верю в то, что блокчейн, он изменит наш мир, и, поверьте мне, через 5 лет вы еще об этом вспомните. Соответственно, здесь момент у нас вообще какой должен быть? Здесь у нас должен быть момент того, что сейчас биткоин – это высокорисковый актив, его сейчас сливают, и если за биткоин сейчас последует фонда, то есть последует слитие фонды, вот это будет реально очень-очень напрягающий знак. Далее, про регуляцию. Ну, я думаю, про регуляцию вы уже в курсе, то, что очень много сейчас разговоров о том, что Гарри Генслер возьмется всерьез за регуляцию, за то, что многие проекты будут приравнены к ценным бумагам, и то, что, скорее всего, многим биржам вообще запретят работать в США. И если это произойдет, в какой-то день вот выйдет, кто-то и бам, такой, новости нам накидает, то готовьтесь к тому, что биток сделает, ну, там, 20-30% минуса вообще вот наизичи. Когда это произойдет, сказать сложно, но я думаю, что произойдет. Далее двигаемся по новостям. Сложность майнинга биткоина продолжает бить рекорды, да, то есть несмотря на то, что биткоин, как бы, у нас не особо-то растет в цене, сложность майнинга продолжает бить рекорды. Еще раз, исторически это как бы хорошо, и исторически графики нам показывают, что когда растет сложность майнинга, за ней растет и цена. Посмотрим, как будет в этот раз. Вот это то, что хотелось бы с вами разобрать из Global Macro. Посмотрите, сейчас есть такая проблема, которая называется госдолг США, и у них может быть технический дефолт в течение ближайших нескольких месяцев. Еще раз важно, технический дефолт, я не говорю о том, что доллар обнулиться и все такое прочее. Если они не согласуют потолок госдолга, то есть посмотрите, как это было у нас в, получается, 2011 году, да, то есть когда они не вовремя, не своевременно согласовали госдолг, S&P 500 прилег на 20%. Ну, это S&P 500, для S&P 500 это очень серьезно, то есть это сколько там, за пару недель получается 20% минус американской экономики. И если это произойдет с фондой, то есть если американское правительство не сможет сейчас в ближайшее время согласовать госдолг, понятно, что рано или поздно они это сделают. Ну, просто вопрос в том, что они должны сделать именно своевременно, если они не сделают это своевременно, то рынки прилягут. Если фонда приляжет на 15-20%, ну, готовьтесь к тому, что биток приляжет там на 30-40%. Кто-то может сказать, блин, ну, наоборот же люди побегут там хеджировать риски в биткоин и так далее, я пока что в это не верю. То есть я не верю в то, что крупные инвесторы побегут хеджировать риски в биткоин, ну, вот, серьезно. Далее, соответственно, ну, опять же, новости про то, что госдолг США станет проблемой, все, что с этим связано. Так, корреляция финусловий, ну, это мы с вами, по-моему, разбирали уже на прошлом обзоре. Так, прекратился вывод BTC с бирж, исторически это медвежий знак, потому что BTC нужны в том числе и для продаж. Это была новость у нас 20 апреля, ну, и, собственно, мы видим, да, то, что у нас действительно достаточно неплохо сейчас график сливают. Дальше, продолжают расти страховки от дефолта на США на фоне все очень решенной истории с потолком госдолга. Да, ну, что такое CDS, я думаю, вы знаете из игры на понижение, есть такой фильм замечательный, рекомендую его посмотреть. Ну, опять же, люди страхуются от того, что Америка не сможет платить по своим долгам. Я думаю, что рано или поздно она это сделает, но если потолок госдолга не будет согласован вовремя, то, скорее всего, рынки очень-очень даже неплохо прикулят. Резюмируем, друзья мои. Ну, во-первых, мы резюмируем с вами резюме наше, начинаем с того, что надо обязательно подписаться на телеграм-канал и участвовать в нашем конкурсе от Bybit. Я вам уже сказал, что ссылочка у вас находится под этим видео, вы переходите, нажимаете кнопочку участвовать и, соответственно, участвуйте в нашем конкурсе. Итоги мы объявим в нашем телеграм-канале 6-7 мая, то есть до 3 мая вы можете торговать, 6-7 мая мы объявим, собственно, итоги розыгрыша. Еще раз более подробно все условия вы можете почитать у нас в телеграм-канале, на который надо подписаться. Ну, а резюмируем теперь по рынку. Чего я жду? Я сейчас краткосрочно стою в ланге. Я ожидаю, что мы сейчас с вами увидим какую-то вот такую вот структуру. Эта структура, скорее всего, будет разворотная. Во время нее мы должны увидеть с вами то, что у нас доминация биткоина будет, соответственно, дальше продолжать свое падение. Это моя основная сейчас ставка. Если даже этого не произойдет, если даже мы сейчас с вами сделаем вот какие-то вот такие вот… Так, нет, стоп, график хватит переключаться. Зачем ты так делаешь? Если даже мы с вами сейчас увидим, что у нас не будет никаких вот таких вот разворотных движений, если мы сейчас увидим, что у нас будет вот такая вот палка вниз, то большая часть моих позиций по вальтам, на лонговых, естественно, она уже со столбом в безубытке. И в принципе, ну, я не вижу сейчас смысла закрывать эти позиции там в какой-то небольшой профиль. Я рассчитываю парочку иксов по ней взять. Вот. И, соответственно, ну, не возьму, так не возьму. Вылетит без убыток. Возьму, будет хорошо. Собственно, откупать ли сейчас текущую просадку, вот именно спекулятивно вставать в лонг? Ну, я вам свою позицию сказал. Я вообще, как вы знаете, никогда никаких рекомендаций не даю. Я вам просто рассказываю о том, что я делаю сам, о том, какой логикой принятия решений я руководствуюсь. Ну, и если вы поставите лайк этому видео, если вы поделитесь в комментариях своей обратной связи, мне, конечно же, друзья мои, будет очень и очень приятно послушать вашу обратную связь. В принципе, как вы знаете, на комментарии я стараюсь отвечать. Давайте мы, наверное, на этом будем потихонечку заканчиваться. Собственно, вот здесь я вам оставляю видосы, которые я рекомендую вам посмотреть, если вы интересуетесь темой крипты. Переходите на Bybit, переходите в Telegram канал и увидимся с вами в новых обзорчиках. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok